26 мая прославленный ансамбль «Ариэль» выступит с концертом. Он посвящен памяти одного из основателей группы «Льва Гурова». И подробнее нам расскажет об этом руководитель ансамбля «Ариэль» Ростислав Геп. Доброе утро! Ростислав Олегович, доброе утро! Ну вот расскажите немного об этой концертной программе. Кто будет принимать участие? Сколько будет участников? Как это будет проходить? Ну, мы просто не хотели повторяться, потому что концерт памяти «Льва Гурова» уже был однажды в театре. А в этом году исполнилось уже 5 лет, как «Льва нет с нами». Мы всегда помним его, поем его песни. И решили сделать концерт в филармонии, поскольку мы когда-то очень долгое время, я не помню, 18 лет проработали. Какой состав исполнитель? Состав исполнителей я расскажу. Все будут петь песни или Льва, которые он писал. Потому что он много писал не только музыки, но и текстов. На фирменные там. Или же будут петь с нами. Ариэльские песни. Ну, там, значит, будет «Уральский дексилент», естественно. Ну, все филармонические коллективы. «Уральский дексилент», «Ливерпуль», «Детский хор», «Светлое прошлое». Это из студии Олега Митяева, да? Да, да, да. Значит, будет камерный хор, камерный оркестр. Мы... Кого я забыл? А, «Девишоу» будет, «Онсамбль». Да. Потому что, ну, все любили Льву. И до сих пор любят, и «Онсамбль Ориэль» в том числе любят. А каким он был, Лев Гуров? Расскажите про него. Каким вы его помните? Лева был очень мягкий человек. Очень коммуникабельный. И он совершенно неконфликтный. Вот с ним невозможно было поссориться. Даже если захочешь? Да, даже если захочешь. Не, он мог там что-нибудь сказать, но потом сразу отойти там. А как вы с ним познакомились вообще? Где вы встретились? Ну, с Левой, вот лично я познакомился еще не будучи в Ориэле. И я приехал учиться в Институт культуры в 68-м году. И узнал, что есть совсем рядом в ВДК ЖД есть очень хороший джазовый оркестр под управлением Олега Тергалинского. А тогда Лева там был солистом. Одним из солистов, скажем, да. И я пришел к Олегу, я говорю, вот хотел бы приобщиться, потому что я люблю джаз, люблю эстрадную музыку, такую современную, английскую, американскую. Он говорит, ну, а петь-то ты можешь? Ну, так мы с ним были солистами, с Левой вместе. Вас назначили. Да, да. Ну, мы пели по отдельности, конечно. Я более такой грубый, а Лев более мягкий, лиричный. И ездили даже на гастроли по области. Потом работали вместе в Туркопаркатном тоже, с этим же оркестром. Замечательный был коллектив. И Олег Тергалинский, конечно, прекрасный музыкант мирового уровня. И он нас многому научил. А вот другие, не только Ариэль, другие коллективы, которые будут выступать на этом концерте, их что-то связывало с Львом Гуровым? Ну, конечно, безусловно, мы со всеми с ними работали. И в Челябинске музыкантов, конечно, много, но не так уж много. Мы их все друг друга знаем. Во всяком случае, музыкантов нашего возраста или там около нашего возраста, мы, конечно, всех знаем. И всегда дружили со всеми коллективами. Безусловно, Леву очень любили. Какие песни особенно любили и любят ваши поклонники именно Льва Гурова? Какие-то прозвучат на этом концерте? Естественно. Очень много песен. Какие? Ну, прежде всего, конечно, это «Тишина». Это, безусловно, и хит. То, что написал Лева, это одно из лучших произведений о войне, я считаю, написанных человеком, который ее не видел, который родился уже после войны. Это его такое восприятие войны. И прозвучат очень много лирических песен. Лаура, «Ты моя судьба». Он был лирик вообще. А вот песня «В краю магнолий» будет на этом вечере звучать? К сожалению, да. Почему? Почему, к сожалению? Видимо, потому что всегда говорят «В краю магнолий давай!» Конечно. Нет, мы ее поем с любовью, и все нормально. Но мы ее поем уже 40 лет на каждом концерте. А кто ее исполнять будет? Ариэль. Нет, мы... Ариэль будет работать и отдельно. Не только вместе. Да, какие-то такие вот... Короче, мы хотим сделать на сцене тусовку. А вот вы сказали, вы сказали, к сожалению, «В краю магнолий» продолжать. Ну, потому что 40 лет. Да, 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 понятно, понятно. А вот какая вот у Ариэля любимая песня, которую вы всегда вот поете с удовольствием? Ну, я хочу сказать, что мы все песни поем с удовольствием. Если кто-то поет и говорит, что мне, нет, не хочу, эту песню мы ее снимаем. Просто. И бывают разные программы, да, какие-то программы посвященные... Вот сейчас у нас серия концертов по области. Мы ездим с концертами, посвященными Дню Победы, естественно, потому что это великий праздник, и, конечно, там звучит тишина. Мы не поем эту песню всегда. Она, в общем, все равно грустная, да? И иногда нужен просто веселый концерт какой-то. В кровь мы гнули. Поем всегда. Ну, в данном случае, получается, что есть тема. Ну, каждый год, где-то вот в преддверии, да, и после Дня Победы, конечно, безусловно, эта песня звучит. Каждый год в тему. Да. Отлично. Дорогие друзья, сейчас мы послушаем фрагмент песни группы «Ариэль». Никуда не деться, в ней от неудач. В жизни много черных, трудных дней. Вдруг прихватит сердце, хоть кричит, хоть плачет. И тогда с бедой бороться все трудней. Снова обращаюсь я в памяти моей. Тянет неспроста заповедные места. Мое детство, мал, сонокое, навсегда осталось там. Я немало испытал, но любить не перестал. Телеса, что душу трогаю заповедные места. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Мы желаем вам удачного, замечательного просто концерта, который посвящен памяти. Ну, чтобы еще 40 лет. И чтобы краю магнолей. Еще 40 лет. Да, нам уже 47, если честно. Скорый юбилей. Скорый юбилей, 50. Готовимся, да. Приходите, конечно, все на концерт. Мы вас очень любим, ждем. Всегда наших челябинских зрителей. Не знаю, может быть, студия ЛТВ снимет что-то даже там. Посмотрим. Ну что ж, может быть, дорогие друзья. Я напомню, что в гостях у программы «Наше утро» был руководитель ансамбля «Ареля» Ростислав Геп. А сейчас пришло время новостей.